Президент России, главный преступник, сделал следующее заявление. СВО, так они называют войну, специальная военная операция, может стать длительным процессом, однако появление новых территорий – значительный для России результат. Это серьезный вопрос. Длительный процесс – это на сколько, как вы думаете? А от него ничего не зависит. От Путина вообще уже ничего не зависит. Вы видите, что логика истории неумолимо идет своим чередом. Украинская армия воюет очень классно. Ничего с этим поделать Путин не может. Он объявил мобилизацию, ну и чего? Ну и что мы видим с этой мобилизацией? Полные телеграм-каналы этого видео, как эти несчастные мобики. Да, несчастные, но вы их не пожалеете. Ну кто их пожалеет? Ну я их пожалею. Правда им от этого легче не будет. Поэтому Путин, когда что-то говорит, он вот сейчас пытается, как обычно, народу зубы заговаривать. Но при этом все меньше и меньше русского народа верят Путину. Вот уже рейтинги главных его пропагандистских каналов упали. 17 место, по-моему, у Соловьева. Вот как народ теперь верит Путину и всей его пропаганде. Так может, ну хорошо, в таком случае. Они что, будут меньше поддерживать войну? Они не будут вовлечены в этот процесс? Они же каким-то образом сопереживают своим сыновьям? Я сейчас о материале говорю, которых отправляют на войну и которые там погибают. Или что? Если он говорит, что это будет продолжаться не бесконечно, но долго. Это длительный процесс. Длительный процесс требует больше средств, больше ресурсов, больше техники. А где это все? Чем воевать? Или кем воевать? Главное, что он сказал сегодня, что из тех, кого уже мобилизовали, 150 тысяч до сих пор не пришли на фронт. То есть их где-то там обучают. Это намек на то, что типа новых мобилизантов нам не надо. Сидите дома спокойно, не дергайтесь, не бойтесь. У нас еще там 150 тысяч, как говорится, еще предстоит только обучить. Я не верю. По-моему, это вранье. И я думаю, что русский народ тоже не верит. Тем более, что смотрите, сейчас вышло сегодня такое пропагандистское видео о том, что уезжает какой-то там пацан в Грузию из России и там ему вслед говорят, вот мальчики уезжают, а мужчины остаются. Ага. Остаются и их загребают и отправляют на фронт. Ну-ну. Если бы все было так хорошо у Путина с армией, с солдатами, с мобилизантами, не было бы этих вот пропагандистских роликов, всей этой говорильни. Мы уже, наверное, привыкли в России к тому, что если Путин сказал что-то, понимай ровно наоборот. Тогда как это будет ровно наоборот? Ну, ровно наоборот, что, так сказать, война закончится достаточно быстро. Может быть полгода. Я понимаю, как это звучит для украинских там жен, матерей, детей, у которых там разрушают дома, все, так сказать, сегодня ты жив, завтра нет. Но, тем не менее, да, полгода это не 10 лет, полгода это не 5 лет. Это реально все-таки быстро, да. Я не верю, что вот Россия сможет воевать больше, чем полгода. Ну, не верю, что столько ракет этих крылатых, так сказать, хватит. Не могу я в это поверить.